Приветствую, зритель! В этом видео я расскажу про изменения Лео в четвертом сезоне. Итак, начнем. Стэндинг 1. Увеличен радиус атаки. Баб. Теперь после Counter-Hit Magic 4 попадать в Стэндинг 1 стало проще. 2-2. Изменена фреймдата на блоке и хите. На блоке было минус 13 фреймов, стало минус 12. На хите было плюс 4 фрейма, стало плюс 6. Баб 11 фреймового паниша Лео. Гуд. КНК 2. Изменена реакция соперника при попадании в хит. Теперь данный удар нокдаунит. Ранее вы получали плюс 15 на хите. Хороший баб. Ф-2-2. Изменена фреймдата на хите. Было плюс 6 фреймов, стало плюс 8. Еще один баб паниша Лео. Только теперь это 14 фреймовый паниш. Найс. КНК 4. Изменена фреймдата на хите и Counter-Hite. На хите было плюс 4 фрейма, стало плюс 9. На Counter-Hite было плюс 10 фреймов, стало плюс 9. Ранее при попадании в Counter-Hite у Лео была гарантия в виде 1-4. Теперь этого нет и у вас всегда плюс 9 фреймов при попадании в хит и Counter-Hite. Я считаю это скорее бафом, чем нерфом, потому что теперь у вас стабильное преимущество по фреймам. Плюс 9 на лоу-ударе это очень огромный плюс. КНК 3 плюс 4. Новый прием. Лоу-удар. Стартап 24-25 фрейма. Наносит 24 урона. Плюс 6 на хите. Нокдаун на хите. Минус 26 фреймов на блоке. Применение к данному удару я нашел пока что только в качестве валкомба. Он наносит на 2 урона больше, чем кНК 1 плюс 2. На первый взгляд удар выглядит плохим. Возможно в дальнейшем игроки найдут ему еще применение. F1-2. Изменен стартап удара. Был 18-19 фреймов. Стал 17-18. Отличный баф. Теперь лео может наказывать удары с большим пушбэком. Такие как D4-2-1 плюс 2 пола. КЮЦ Ф2 пола. F2-3-4 зафины. И ИНТ ТФ2 нигана. ДФ 2 плюс 3. Изменен урон с 19 единиц до 20. Баф. Д1. Изменена фрейм дата на блоке и хите. На блоке было минус 3 фрейма, стало минус 2. На хите было плюс 4 фрейма, стало плюс 5. Баф. Бок-1. Увеличен радиус атаки. Баф. Хоть и проблем с радиусом атаки я не замечал. Бок-2. Увеличение урона с 20 единиц до 23. Хороший баф. Бок-3. Увеличен нижний хитбокс атаки. Ранее этот удар можно было отстепить, несмотря на то, что это хоминг. Теперь это полноценный хоминг. Отличный баф. Бок-1 плюс 2. Уменьшена дистанция между вами и соперником при попадании в хит. Баф. Теперь проще попадать такими гарантиями, как F1 плюс 2 или FF2. B1 плюс 4 и F4. На B1 плюс 4 уменьшена дистанция между вами и соперником при попадании в хит. На UF4 увеличен нижний хитбокс атаки. Почему я затронул изменение сразу двух ударов, сейчас покажу. Теперь при попадании B1 плюс 4 в хит у стены, UF4 является гарантией. Работает на всех персонажах. Также в нейтрале UF4 после хит B1 плюс 4 попадает по таким персонажам, как Гигас, Джек, Кинг, Армор Кинг, Медведи, Мигель, Мардук и Факумрам. Это очень сильный баф для Лео. Бэкфовард 1 плюс 2, 1 плюс 2, 2. Изменена фреймдата на третьем ударе на блоке. Было минус 17 фреймов, стало минус 13. Отличный баф. Более этот стринг не наказывается лаунчерами. Также, если вы замените конец стринга на QCF2 вместо 2, то у вас также будет минус 13 фреймов на блоке. QCF 3 плюс 4. Изменена реакция соперника при попадании в контр-хит. Теперь это контр-хит лаунчер. Правда после него сделать скрю не получится, так как это свойство уже есть при попадании в контр-хит. Также хочу отметить маленький урон на данном ударе. Всего 21 единица. Но в целом это хороший баф. Сайдстеп 1 плюс 2. Изменена фреймдата на блоке. Было минус 10 фреймов, стало минус 9. Один из самых лучших бафов Лео в четвертом сезоне, так как этот удар является одним из основных. D4-2, UF1-2 и FF2. В данных приемах вы можете в конце зажать 1 плюс 2. Рекавери этого приема уменьшено на 7 фреймов. Придется разобрать данную механику, чтобы вы поняли суть изменения. Как я уже сказал, если вы зажмете в конце 1 плюс 2, после D4-2, UF1-2 и FF2, также после рейдж драйва, Лео зарядит свои руки, будем это так называть. И у вас следующий любой удар получает свойство контр-хита, если же вы, конечно, попадете в хит. Это такое же свойство, как если бы вы нажали кей-чардж, который доступен всем персонажам. Во время комбо при заряде рук урон увеличивается, но совсем на малость. Также при заряде рук Лео получает дополнительный удар в таких стрингах, как B3-1 и Daumbag4-2. Чтобы доделать данные стринги, вам нужно нажать в конце двойку. Один из этих стрингов используется на стене после рейдж драйва, а именно B3-1. Благодаря данному изменению Лео получила новые миксы по у стены. Если вы делаете DF-1-2 в качестве волкомба, последующий DF-2 плюс 3 заходит гарантированно, если соперник будет лежать и не вставать любым вейкапом. Но если он попытается встать, то DF-2 плюс 3 попадает в контр-хит, и вы можете снова закинуть соперника на стену с помощью Вейлстендинг-3 и провести волкомба. Он может успеть встать и заблокировать DF-2 плюс 3. В таком случае сделайте какую-нибудь мид-атаку, например F4 с последующим КНК-2. Вы получите волсплат и можете все так же провести волкомба. Вы экспериментируете с различными вариантами и, может, найдете для себя что-то оптимальное. Я лишь показал те примеры, которые нашел сам, либо увидел в интернете от других игроков. На этом я заканчиваю данное видео. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться. В дальнейшем еще будет много интересного. Также я стримлю на Ютубе и Твиче. Ссылка на Твич будет в описании. Заходите, общайтесь и задавайте вопросы. Всем пока.